МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смоленские полицейские задержали похитителя автомобиля. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 24 августа глава города с комиссией и специалистов коммунальных служб проверял благоустройство двора в третьем микрорайоне. В этот обход комиссия побывала во дворе домов номер 4, 5, 6 и 7. Он один из самых больших и густонаселенных в третьем микрорайоне и всегда пользуется популярностью у детворы. В давние времена в центре находилась хоккейная коробка. Теперь размещается большой детский городок с горками и спортивной площадкой. Несколько лет назад двор претерпел большую реконструкцию. И тем не менее жильцы домов пришли на встречу с главой, чтобы задать ему вопросы и поделиться проблемами. Мы обращали сюда большое внимание несколько лет назад, когда вместе с советом руководителей решали вопрос парковочных площадей. Тогда сообща мы здесь сделали достаточно большую работу. Оборудовали парковки, устроили газонное ограждение, сделали детскую площадку современную. К сожалению, тогда не хватило наших усилий на то, чтобы завершить полностью ремонт этого двора и выполнять ремонт асфальтового полотна проездов. Поэтому эта проблема осталась, и она, разумеется, волнует жителей этого дома. И об этом, конечно, сегодня на встрече вопросы задавались, и задавались не раз. Жители ответ получили на свои вопросы. В этом ремонтном сезоне мы планируем полотно асфальтовое отремонтировать. Все вопросы, которые жители домов задавали специалистам коммунальных служб, взяты на контроль. Вячеслав Седунков заверил, что ответы на них жильцы получат как на сайте управляющей компании, так и каждый лично по телефону. Смоленские инспекторы леса получили 8 авто повышенной проходимости. Приобретено 6 автомобилей УАЗ «Хантер», 1 УАЗ «Патриот» и 1 УАЗ «452». Как сообщает пресс-служба областной администрации, по указанию главы региона Алексея Островского, были закуплены новые автомобили, которые помогут инспекторам леса повысить эффективность охотничьего и лесного надзора на территории Смоленской области. В эту пятницу по центру Смоленска проедет первый киновеломарафон. Принять участие в акции может любой желающий. Приветствуется наличие костюма и украшения железного коня. Сбор марафонцев намечен на 18.00 на площади Ленина. Путь пробега проложен через достопримечательности Смоленска. Памятник Александру Пушкину, Федору Коню, Твардовскому и Теркину, а также Вечный огонь. В каждом пункте участников мероприятия будут ждать экскурсоводы с небольшими рассказами. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины в ночное время и неправильной парковкой автомобилей. Очередное заседание административной комиссии состоялось 23 августа. В этот раз на рассмотрение было представлено 46 протоколов. По статье 17.4 областного законодательства за нарушение благоустройства, в основном это неправильно припаркованные автомобили, рассмотрели 39 протоколов. По 12 из них нарушители оштрафовали минимальным штрафом в 3 тысячи рублей, а те нарушители, которые не явились для составления протокола и беседы, заплатят 4 тысячи рублей. Напоминаем, что за нарушение парковки и других правил благоустройства предупреждений нет, а штрафы для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей. За громкие разговоры во дворе и собственной квартире, а также за громкую музыку после 22 часов. Один из семи нарушителей теперь заплатит 1 тысячу рублей, а остальных пока просто предупредили. Смолян приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Семья года». Участвовать в борьбе за звание «Лучшие» могут семьи, создающие благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена. Конкурс проводится по пяти номинациям – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья-хранитель традиции». По итогам проведения конкурса будет издана почетная книга «Семья года России-2016». Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайтах, которые вы видите на экране своих телевизоров. Межведомственная комиссия оценила готовность учреждений дополнительного образования города к новому учебному году. Обеспечена ли безопасность воспитанников? Насколько готовы учреждения дополнительного образования приступить к обучению? Оценивает специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации города, комитета по образованию, полиции, госпошнадзора, Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы. Проверяют наличие документации, состояние здания и территории, антитеррористическую защиту и противопожарное состояние. Нарушения выявляются, но незначительнее капитального характера. В общем, нарушений, влияющих на безопасность людей, не выявлено. В случае выявления каких-либо замечаний дается время на их устранение. Но хочется отметить, что в этом году все учреждения дополнительного образования нашего города показали высокую степень готовности и прошли проверку с первого раза. Наши учреждения соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию, режиму работы учреждений дополнительного образования. Также соответствуют требованиям противопожарного режима в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Комиссия оценила состояние на пять. Подтвердили все члены комиссии, что учреждение готово к новому учебному году. Десногорские учреждения дополнительного образования с первого сентября откроют двери для своих воспитанников. На Смоленщину инспекторы Россельхознадзора не пустили 20 тонн испорченной говядины из Беларуси. При проверке груза в пункте предварительного уведомления «Красная горка» выявилось, что продукция перевозилась без соблюдения температурного режима и начала портиться. Мясо вернули отправителю. 24 августа в Десногорском садовом товариществе «Калинка» сгорела дача. Пожар произошел ночью. Натушение у пожарных ушло около двух часов. Огонь уничтожил дачный вагончик полностью. Причину возгорания и причиненный ущерб устанавливают специалисты. В области за минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 529 нарушений правил дорожного движения. Задержали семь пьяных водителей и одного автомобилиста, отказавшегося от мета-свидетельствования. Всего же по сфотке ТПС за сутки произошло шесть серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб водитель КамАЗа и еще шесть человек попали в больницу. Интернет-мошенники обманули Смолянку при покупке мебели. В полицию обратилась 57-летняя Смолянка, сообщившая, что решила купить мебель по объявлению в интернете. Она перечислила предоплату в 50 тысяч рублей, но так ничего и не получила, а продавец не выходит на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают об осторожности при покупках через интернет. Полицейские оперативно нашли украденный автомобиль Ауди и вернули его законному владельцу. По месту жительства потерпевшего в поселок Гедеоновка незамедлительно прибыла следственная оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу мог совершить сосед потерпевшего. Подозреваемый, ранее судимый житель поселка Гедеоновка, часто бывал в гостях у потерпевшего, знал, где он хранит ключи от гаража и автомобиля. Спустя несколько часов на территории одного из населенных пунктов Смоленского района сыщики обнаружили похищенный автомобиль. Вскоре был задержан и подозреваемый. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прятался в одном из заброшенных домов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации кражи. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Хорошие новости для десногорских автомобилистов. Уже отремонтирован участок дороги возле храма Всехскорбящих Радости. Ремонтные работы на других участках идут полным ходом. И еще 27 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» в Десногорске покажут российские фильмы. «Батальон» в 19.00 в кинозале городского центра «Досуга» и «Легенда номер 17» в 20.00 на городской летней эстраде. А для маленьких десногорцев в 15.00 в городском центре «Досуга» состоится показ мультипликационного фильма «Смешарик» и «Легенда о золотом драконе». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.